Друзья, приветствую вас! Задумывались ли вы когда-нибудь о самых странных явлениях во Вселенной? Квантовая запутанность, концепция настолько странная, что даже Эйнштейн назвал ее «жутким действием на расстоянии», является одним из самых странных и увлекательных аспектов квантовой механики. Квантовая запутанность – это явление, которое возникает, когда пары или группы частиц взаимодействуют таким образом, что квантовое состояние каждой частицы не может быть описано независимо от состояния других, даже когда частицы разделены большими расстояниями. Это означает, что свойства одной частицы могут мгновенно влиять на свойства другой, независимо от того, насколько далеко они находятся. Эта концепция была впервые представлена Альбертом Эйнштейном, Борисом Подольским и Натаном Розеном в 1935 году в том, что известно как парадокс ЭПР. Парадокс ЭПР был попыткой показать, что квантовая механика не полна. Эйнштейн и его коллеги предложили мысленный эксперимент, чтобы проиллюстрировать, что если квантовая механика верна, то это приведет к жуткому действию на расстоянии, которое, казалось, нарушает принципы локальности и реализма. Локальность — это идея о том, что на объекты непосредственно влияет только их непосредственное окружение, в то время как реализм — это убеждение, что физические свойства существуют независимо от измерения. Квантовая запутанность, казалось, бросала вызов этим фундаментальным принципам классической физики. В квантовой механике такие частицы, как электроны и фотоны, могут запутываться в результате различных процессов, включая спонтанное параметрическое преобразование с понижением частоты, которое происходит в нелинейных оптических процессах или посредством взаимодействия частиц в непосредственной близости. После запутывания частицы имеют общую волновую функцию, которая описывает их общее квантовое состояние. Когда производится измерение одной из запутанных частиц, волновая функция коллапсирует, и состояние другой частицы мгновенно определяется независимо от расстояния между ними. Последствия квантовой запутанности глубоки. Одним из наиболее значительных является потенциал для квантовой телепортации. Квантовая телепортация – это процесс, посредством которого состояние квантовой частицы может быть передано из одного места в другое без физического перемещения самой частицы. Это достигается путем использования пары запутанных частиц в качестве канала связи. Когда состояние телепортируемой частицы запутывается с одной из частиц в паре, состояние может быть передано другой частице, эффективно телепортируя квантовую информацию. Еще одно важное применение квантовой запутанности в области квантовых вычислений. Квантовые компьютеры используют принципы квантовой механики для выполнения вычислений со скоростью, недостижимой для классических компьютеров. Запутанные частицы можно использовать для создания кубитов – фундаментальных единиц квантовой информации. Кубиты могут существовать в нескольких состояниях одновременно благодаря свойству, известному как суперпозиция. Будучи запутанными, кубиты могут выполнять сложные вычисления посредством квантового параллелизма, потенциально решая проблемы, которые в настоящее время неразрешимы для классических компьютеров. Квантовая криптография также использует принципы запутанности. Квантовое распределение ключей QKD – это безопасный метод связи, в котором для создания ключей шифрования используются запутанные частицы. Поскольку свойства запутанных частиц неразрывно связаны, любая попытка перехватить ключ нарушит запутанность и будет обнаружено, что обеспечит безопасность связи. Это предлагает новый уровень безопасности, который имеет решающее значение для защиты конфиденциальной информации в таких отраслях, как банковское дело, правительство и здравоохранение. Несмотря на множество потенциальных применений, квантовая запутанность остается одним из самых загадочных аспектов квантовой механики, был проведен ряд экспериментов для проверки принципов запутанности и ее последствий для нашего понимания реальности. Одним из самых известных являются эксперименты с тестом Белла, в которых измеряются корреляции между запутанными частицами. Эти эксперименты неизменно подтверждали предсказания квантовой механики, демонстрируя, что запутанность – это реальное и измеримое явление. Чтобы понять все последствия квантовой запутанности, важно понять основы квантовой механики. По сути, квантовая механика описывает поведение частиц в мельчайших масштабах. В отличие от классической механики, которая действует исходя из предположения, что частицы имеют определенные положения и скорости, квантовая механика вводит понятие вероятности. Частицы существуют в суперпозиции состояний до тех пор, пока они не будут измерены, и в этот момент волновая функция коллапсирует, и частица принимает определенное состояние. Принцип неопределенности Гейзенберга – еще одно ключевое понятие в квантовой механике. В нем говорится, что невозможно одновременно знать точное положение и импульс частицы. Этот принцип имеет глубокие последствия для нашего понимания реальности, предполагая, что на фундаментальном уровне природа по своей сути является вероятностной, а не детерминированной. Квантовая запутанность бросает вызов нашим классическим представлениям о пространстве, времени и причинности. В классическом мире на объекты влияют только их непосредственное окружение, и информация не может двигаться быстрее скорости света. Однако запутанные частицы, по-видимому, взаимодействуют мгновенно, независимо от расстояния между ними. Это явление привело к различным интерпретациям квантовой механики, в том числе к многомировой интерпретации, которая утверждает, что все возможные исходы квантового измерения существуют в параллельных Вселенных. Концепция декогеренции дает возможное объяснение тому, почему мы не наблюдаем квантовую запутанность в нашей повседневной жизни. Декогеренция возникает, когда квантовая система взаимодействует со своим окружением, в результате чего суперпозиция состояний коллапсирует в один результат. Этот процесс эффективно скрывает квантовые свойства системы, заставляя ее выглядеть классической. Понимание и контроль декогеренции является серьезной проблемой при разработке практических квантовых технологий. Последние достижения в области экспериментальных методов позволили ученым создавать и манипулировать запутанными частицами с возрастающей точностью. Например, исследователи успешно запутали фотоны, электроны и даже большие молекулы. Эти эксперименты не только подтвердили существование запутанности, но и позволили по-новому взглянуть на фундаментальную природу реальности. Один из самых интригующих аспектов квантовой запутанности — это ее потенциал для революционного изменения нашего понимания пространства и времени. Некоторые физики предполагают, что запутанность может быть ключом к более глубокой теории квантовой гравитации, цель которой — объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Согласно этой точке зрения, само пространство-время может возникнуть из запутанности фундаментальных квантовых битов, известных как кубиты. Эта идея все еще спекулятивна, но она подчеркивает то глубокое влияние, которое запутанность может оказать на наше понимание Вселенной. Помимо научных и технологических последствий, квантовая запутанность также поднимает философские вопросы о природе реальности. Если частицы могут мгновенно влиять друг на друга на огромных расстояниях, что это означает для наших концепций причины и следствия? Свидетельствует ли запутанность о том, что Вселенная фундаментально взаимосвязана, причем все ее части тонко влияют друг на друга? Эти вопросы остаются открытыми для обсуждения и, вероятно, они будут исследованы более подробно по мере углубления нашего понимания квантовой механики. Аллен Аспект и его коллеги провели серию экспериментов в начале 1980-х годов, которые предоставили убедительные доказательства реальности квантовой запутанности и помогли укрепить ее место в мире физики. Парадокс ЭПР предполагал, что должны существовать скрытые переменные, которые могли бы объяснить странное поведение запутанных частиц. Однако в 1960-х годах физик Джон Белл разработал теоретическую основу, известную как теорема Белла. Теорема Белла показала, что никакие теории локальных скрытых переменных не могут воспроизвести все предсказания квантовой механики. Другими словами, если бы квантовая механика была верна, то запутанные частицы демонстрировали бы корреляции, которые невозможно объяснить никакими классическими средствами. Это подготовило почву для экспериментальных проверок теоремы Белла, и один из самых известных и важных из этих тестов был проведен Аленом Аспектом и его командой. В период с 1981 по 1982 год Аспект провел серию экспериментов в Институте оптики во Франции, чтобы проверить предсказания квантовой механики в сравнении с предсказаниями теорий локальных скрытых переменных. В экспериментах аспекта пары фотонов генерировались в специальном процессе, называемом спонтанным параметрическим преобразованием с понижением частоты. Этот процесс включает пропускание лазерного луча через нелинейный кристалл, который разделяет часть фотонов на пары запутанных фотонов. Эти запутанные фотоны затем отправлялись в противоположных направлениях к двум отдельным детекторам, расположенным далеко друг от друга. Детекторы были оснащены поляризаторами, которые можно было настроить для измерения поляризации приходящих фотонов под разными углами. Ключевая идея заключалась в том, чтобы измерить корреляции между состояниями поляризации запутанных фотонов. Согласно квантовой механике, результаты этих измерений должны демонстрировать сильные корреляции, которые невозможно объяснить никакой теорией локальных скрытых переменных. Команда Аспекта использовала быстродействующие переключающие устройства, чтобы случайным образом изменять настройки поляризаторов во время полета фотонов, гарантируя, что выбор настроек измерения на каждом детекторе действительно не зависит от другого. Это имело решающее значение, чтобы исключить любую возможность того, что детекторы могут влиять друг на друга классическим способом. Результаты экспериментов Аспекта были ясными и убедительными. Корреляции между измерениями запутанных фотонов нарушали неравенство Белла, набор математических неравенств, которые должны выполняться любой теорией локальных скрытых переменных. Вместо этого результаты соответствовали предсказаниям квантовой механики, предоставляя убедительные доказательства того, что запутанные частицы действительно демонстрируют нелокальные корреляции. Эксперименты Аспекта стали важной вехой в изучении квантовой запутанности. Они предоставили первое четкое экспериментальное доказательство того, что странные предсказания квантовой механики были верны, и что запутанность была реальным и измеримым явлением. Эти эксперименты не только подтвердили существование квантовой запутанности, но и помогли заложить основы для развития современных квантовых технологий, таких как квантовая криптография и квантовые вычисления. Вслед за новаторской работой Аспекта было проведено множество других экспериментов для дальнейшего тестирования и изучения квантовой запутанности. В этих экспериментах использовались различные типы частиц, такие как электроны и атомы, и все более изощренные методы для проверки пределов квантовой механики. В каждом случае результаты неизменно подтверждали предсказания квантовой механики и реальность квантовой запутанности. Например, в конце 1990-х годов исследователи из Инсбрукского университета в Австрии под руководством Антона Цайлингера проводили эксперименты с запутанными фотонами на гораздо больших расстояниях. Им удалось продемонстрировать запутанность на расстоянии нескольких километров, что еще раз подтвердило, что это явление не ограничено расстоянием. В 2015 году была проведена серия безупречных экспериментов с тестом Белла, в которых устранялись потенциальные слабые места предыдущих экспериментов. Эти тесты, проведенные различными исследовательскими группами по всему миру, закрыли все известные лазейки и предоставили еще более убедительные доказательства квантовой запутанности. Одним из примечательных примеров является эксперимент, проведенный группой из Дельфтского технологического университета в Нидерландах, в котором для проведения безупречной проверки теоремы Белла использовались запутанные электроны в алмазе. Эти эксперименты в совокупности подтверждают понимание того, что квантовая запутанность является фундаментальным аспектом природы, бросая вызов нашим классическим представлением о пространстве, времени и реальности. Они проложили путь к новым и захватывающим достижениям в квантовой науке и технике, обещая будущее, в котором квантовая механика будет играть еще более важную роль в нашем понимании Вселенной. Поскольку ученые и инженеры продолжают использовать мощь квантовой запутанности, мы можем ожидать появления широкого спектра революционных достижений. Одно из самых многообещающих применений квантовой запутанности в области квантовых вычислений. Традиционные компьютеры используют для обработки информации биты, которые могут быть равны 0 или 1. Квантовые компьютеры, с другой стороны, используют квантовые биты или кубиты. Кубиты могут существовать в нескольких состояниях одновременно благодаря свойству, называемому суперпозиции. Когда кубиты запутаны, они могут выполнять сложные вычисления с беспрецедентной скоростью. Эта возможность может революционизировать области, требующие огромной вычислительной мощности, такие как криптография, открытие лекарств и материаловедение. В криптографии квантовая запутанность предлагает новый уровень безопасности благодаря квантовому распределению ключей QKD. В QKD для генерации ключей шифрования, совместно используемых двумя сторонами, используются запутанные частицы. Уникальный аспект QKD заключается в том, что любая попытка перехватить ключ нарушит запутанность, предупредив стороны о присутствии злоумышленника. Это гарантирует безопасность связи. Квантовая криптография может защитить конфиденциальную информацию в таких отраслях, как банковское дело, правительство и здравоохранение. Квантовая запутанность также таит в себе надежду на прогресс в области квантовой связи. Традиционные методы связи основаны на сигналах, которые передаются по кабелям или по воздуху, что может быть медленным и подверженным помехам. Квантовая связь, однако, может мгновенно передавать информацию на огромные расстояния с помощью запутанных частиц. Это может привести к развитию глобального квантового интернета, обеспечивающего сверхбыструю и безопасную связь по всему миру. В области зондирования и измерений квантовая запутанность может повысить точность измерений сверх того, что возможно с классическими системами. Квантовые датчики используют запутанные частицы для достижения чрезвычайно высокой чувствительности, что делает их полезными для таких применений, как обнаружение гравитационных волн, навигация и медицинская визуализация. Эти датчики могут привести к значительному прогрессу в областях от астрономии до здравоохранения. Еще одно захватывающее применение квантовой запутанности – это квантовая телепортация. В то время как телепортация материи, как показано в научной фантастике, все еще далека от реальности, квантовая телепортация информации возможна. Квантовая телепортация включает в себя передачу состояния квантовой частицы из одного места в другое с помощью запутанных частиц. Это можно использовать для создания очень безопасных сетей связи и повышения эффективности квантовых вычислительных систем. Заглядывая в будущее, одним из самых амбициозных применений квантовой запутанности является разработка квантовых сетей. Эти сети будут соединять квантовые компьютеры и другие квантовые устройства, позволяя им обмениваться информацией и ресурсами. Такая сеть может экспоненциально увеличить вычислительную мощность, доступную для решения сложных задач, и привести к новым прорывам в науке и технике. Помимо этих технологических применений, квантовая запутанность также имеет потенциальное промышленное применение. Например, усовершенствованные квантовые методы визуализации могут улучшить разрешение и точность систем визуализации, используемых в производстве и контроле качества. Квантовая метрология, использующая квантовую запутанность для точных измерений, может найти применение в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, где чрезвычайно важны очень точные измерения. По мере того, как исследования и разработки в области квантовых технологий продолжают развиваться, мы можем ожидать появления еще более инновационных применений квантовой запутанности. Эти достижения могут преобразовать различные отрасли, приведя к появлению новых продуктов, услуг и возможностей, которые ранее были невообразимы. Однако важно отметить, что многие из этих приложений все еще находятся на экспериментальной стадии и сталкиваются со значительными техническими проблемами. Разработка практических квантовых технологий требует преодоления проблем, связанных со стабильностью, исправлением ошибок и масштабируемостью. Тем не менее, потенциальные преимущества квантовой запутанности настолько велики, что исследователи и промышленность вкладывают значительные средства в решение этих проблем. Область квантовой механики, особенно квантовая запутанность, богата потенциалом для будущих исследований. По мере того, как ученые продолжают разгадывать тайны квантового мира, появляются новые захватывающие направления и вопросы. Одной из основных областей будущих исследований является повышение стабильности и когерентности квантовых систем. Квантовые биты или кубиты, которые являются строительными блоками квантовых компьютеров, очень чувствительны к окружающей среде. Эта чувствительность приводит к явлению, известному как декогеренция, когда квантовое состояние кубитов нарушается. Исследователи работают над разработкой новых материалов и методов для защиты кубитов от декогеренции, что имеет решающее значение для создания надежных и масштабируемых квантовых компьютеров. Еще одним важным направлением является разработка методов исправления ошибок для квантовых вычислений. В классических вычислениях исправление ошибок простая задача, но в квантовой области она намного сложнее из-за природы квантовых состояний. Ученые изучают различные коды квантовой коррекции ошибок, которые могут обнаруживать и исправлять ошибки, не разрушая квантовую информацию. Это исследование необходимо для того, чтобы сделать квантовые компьютеры практичными и полезными для реальных приложений. Квантовая связь – еще одна многообещающая область исследований. В то время как квантовое распределение ключей, Q-коды, уже продемонстрировало безопасную связь с использованием запутанных частиц, расширение этой технологии для создания глобального квантового интернета является серьезной проблемой. Исследователи ищут способы передачи запутанных частиц на большие расстояния без потери их квантовых свойств. Это включает в себя разработку квантовых ретрансляторов и спутниковых систем квантовой связи. Обмен запутанностью – это увлекательная концепция, которая позволяет запутывать частицы, которые никогда не взаимодействовали напрямую. Этот метод может иметь решающее значение для построения крупномасштабных квантовых сетей. Будущие исследования будут сосредоточены на совершенствовании обмена запутанностью и его интеграции в протоколы квантовой связи, чтобы обеспечить более надежные и гибкие квантовые сети. В области квантового зондирования и метрологии ученые изучают, как использовать квантовую запутанность для достижения беспрецедентного уровня точности измерений. Квантовые датчики могут революционизировать такие области, как навигация, медицинская визуализация и мониторинг окружающей среды. Продолжаются исследования по разработке практических квантовых датчиков, которые можно было бы использовать в реальных приложениях. Квантовое моделирование – еще одно захватывающее направление исследований. Квантовые симуляторы используют управляемые квантовые системы для моделирования и изучения сложных квантовых явлений, которые трудно исследовать напрямую. Эти симуляторы могут дать представление о новых материалах, высокотемпературных сверхпроводниках и даже биологических процессах. Будущие исследования будут сосредоточены на улучшении возможностей и квантовых симуляторов. Понимание фундаментальной природы квантовой запутанности и ее последствий для нашего понимания реальности остается центральным вопросом в квантовой механике. Исследователи изучают различные интерпретации квантовой механики, такие как многомировая интерпретация и роль квантовой информации в ткани пространства-времени. Эти исследования могут привести к более глубокому пониманию Вселенной и, возможно, к новым теориям, выходящим за рамки нашего современного понимания квантовой механики. Квантовое машинное обучение – это новая область, которая объединяет квантовые вычисления с искусственным интеллектом. Используя мощь квантовых компьютеров, исследователи стремятся разработать новые алгоритмы, которые смогут решать сложные задачи более эффективно, чем классические алгоритмы. Это может оказать существенное влияние на различные отрасли, включая финансы, здравоохранение и кибербезопасность. Будущие исследования будут сосредоточены на разработке практических алгоритмов квантового машинного обучения и демонстрации их преимуществ перед классическими методами. Наконец, растет интерес к изучению этических и социальных последствий квантовых технологий. По мере того, как технологии квантовых вычислений и связи становятся все более совершенными, они будут оказывать глубокое влияние на конфиденциальность, безопасность и экономику. Исследователи начинают задумываться об этических последствиях этих технологий и о том, как гарантировать, что их развитие принесет пользу всему обществу. Область квантовой механики и запутанности полна захватывающих возможностей для исследований. От повышения стабильности квантовых систем и разработки методов исправления ошибок до изучения квантовой связи, зондирования и машинного обучения, будущее квантовых исследований, светло. По мере того, как ученые продолжают раздвигать границы нашего понимания, мы можем ожидать появления революционных открытий, которые изменят будущее технологий и наше понимание Вселенной. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии по квантовой запутанности. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и делитесь видео, а также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео.